Сейчас толщина льда составляет 15-16 сантиметров. Казалось бы, для рыбаков это не страшно. Однако, как уверяют сотрудники ГИМС, нужно знать места, чтобы не попасть в просаг. Чем ближе к Инаковской ГРЭС, тем опаснее, поскольку предприятия постоянно спускают теплую воду в местный водоем. Впоследствии возникают промоины. В местах впадения рек, малых рек, Волгу, там лед, конечно, очень тонкий. Это каждый год такая вещь бывает. Но, тем не менее, вы, наверное, едете через мосты и видите, что малые реки все вскрыты. Добится у нас, проезжаете. Там наблюдается течение. И где совпадает, там завихрение идет воды, где совпадает Волгу. И лед, естественно, очень слабый. Там местами даже до 5-6 сантиметров. Ежегодно на реках и водоемах Конаковой района в периоды таяния льдов гибнут или страдают люди. Несоблюдение правил безопасности, невнимательность и неосторожность являются основными причинами несчастных случаев. Чтобы количество пострадавших сократилось, сотрудники ГИМС регулярно проводят профилактические мероприятия. Постоянно идут патрулирования совместно со спасательной службой. Но, опять же, хочется сказать, что судно на воздушной подушке настолько одно и в Твери. Так что, если что-то случится такое экстраординарное, то мы просто можем не успеть оказать помощь людям. Беседы проводим регулярно, каждое патрулирование, раздаем памятки. И даже памятки развешиваем на счетах информационных. Но почему-то у нас народ предпочитает, как только повесишь, они их начинают срывать. Для чего, конечно, это я не знаю. Весной монолитно-кристаллический лед превращается в слоеный. Вступать на него опасно. Статистика показывает, что дети являются самыми любопытными. Выходят на тонкий лед, начинают его испытывать. Поэтому инспекторы начали проводить неклассные занятия в школах для ребят, чтобы рассказать о правилах поведения на льду. Хочется предупредить родителей детей на водоем не пускать, пока он не вскроется. Потому что у нас любят дети кататься на льдинах, но это всю жизнь так было. Тем не менее, родителям в это время впускать детей на речку не надо.